Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем изучение книги «Наимия», и сегодня мы будем читать восьмую главу этой книги. Общее содержание этой главы следующее. Прошло 30 лет с тех пор, как Ездра вышел из Вавилона и «Наимия» пришел в Иерусалим. И здесь описывается совершенное им доброе дело, которое он мог сделать раньше, но не сделал, пока не пришел «Наимия», который, хотя и не был ученым, богословом и книжником в законе своего Бога, как Ездра, тем не менее оказался мужем более активного и энергичного духа. Его ревность побудила к служению, образованность Ездры, и тогда совершились великие дела, о которых мы читаем в данной главе. Теперь переходим к самому тексту восьмой главы. «Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, который перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю». Итак, мы видим, что только тогда, когда мирянин Наимия, который был в качестве как бы губернатора, назначен от царя Артаксеркса, отстроил стены Иерусалима, теперь уже и священнослужитель Ездра мог приступить к своим действиям. Это образ того, что священники не могут созидать церковную жизнь без декании мирян, то есть без социального служения мирян. Поэтому Наимия – это великий такой образ человека, который поддерживает церковь как меценат, как защитник церкви. А Ездра – это образ ученого-богослова, который может воспользоваться трудами мирянина Наимии. Таким образом, клирики духовенства и миряне-лайки дополняют друг друга. И мы читаем. «И принес священник Ездра закон о предсобрании мужчин и женщин и всех, которые могли понимать в первый день седьмого месяца». Что значит «все, которые могли понимать»? Речь идет о взрослых людях. «В первый день седьмого месяца. Народ был преклонен к книге закона». То есть они как бы приникли к этому источнику, из которого жаждой и наслаждением, удовлетворением жажды пили эту живую воду. Слово Божие. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали. И подле него, по правую руку его, стоял мать Тифия и Шема и Анайя и Урия и Хелкия и Маосея, а по левую руку его Федайя и Месаил и Малхия и Хашун и Хашбадана и Захария и Мешулам. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал и благословил Ездра Господа, Бога Великого. Вот здесь мы видим то, что видим в каждом храме. Пространство алтаря, включая Салию, Амвон, оно приподнято над пространством храма. Иногда незначительно, как бы, достаточно сделать один шаг, чтобы подняться на Салию. Но это необходимо, чтобы священнослужители были видны всеми. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. Ну, нечто подобное мы видим в храме, когда читается Святой Евангелие. «И весь народ отвечал Аминь, Аминь». То есть истинно так, истинно так. Поднимая вверх руки свои и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли. Мы видим религиозный энтузиазм верующих людей и их духовную радость. Иисус Ванайия, Шеревия, Иамин, Акуф, Шафтай, Годия, Маосея, Клита, Азария, Иозават, Ханан, Филайя и Левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте. Вот здесь мы видим очень интересный прецедент, что нельзя читать Писание без комментария. И тот проект, в котором вы участвуете, слушая передачи Экзегета, как раз продолжает эту традицию. Не только зачитывать тексты Писания, что вы можете делать самостоятельно дома, но и предлагать некоторые объяснения. И восьмой стих. И читали из книги, из закона Божия, внятно, очень важно читать действительно внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Я бы сделал этот стих эпиграфом для библейского сайта Экзегет. Восьмая глава книги Наимии, восьмой стих. И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Очень важно, чтобы наш православный народ понимал Слово Божие. Тогда Наимия, он же Тир-Шафа и книжник Ездра, священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу, «День сей свят Господу Богу вашему! Не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона». Если бы люди слушали только слова закона, но не было бы соответствующих разъяснений, им трудно, конечно, было бы понять даже то, что читается внятно, но без толкований. Далее 10 стих и ниже. «И сказал им, «Пойдите, ешьте тучное, и пейте сладкое, и посылайте часть тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему, и не печальтесь, потому что радость пред Господом подкрепление для вас». То есть те, которые насыщаются Словом Божиим, вкушают это тучное и пьют это сладкое, они должны делиться этой радостью с другими людьми. Например, вы регулярно слушаете наши передачи. Поделитесь этой информацией с вашими друзьями, которые не знают, может быть, даже о существовании такого библейского портала, и вы сделаете благое дело. «И не печальтесь, потому что радость пред Господом подкрепление для вас». Господь радуется, когда Его народ насыщается Словом Божиим. Не какими-то этими политическими трейлями из разных ток-шоу, которые только ожесточают людей, такие передачи не надо смотреть, а именно важно пребывать в общении со Словом Божиим, а Слово Божие понимается и распознается в Церкви, когда священнослужители нам преподают его подлинный смысл. «И левиты успокаивали весь народ, говоря, перестаньте, то есть все плакали от радости и умиления, перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь. И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, то есть тем, у кого не было еды, они посылали им, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им». Вот отчего возникает радость, когда человек понимает слова Божия, которые не только зачитывают для него, но и объясняют. И они пребывали в великом веселье, ибо поняли слова, которые сказали им. Далее описывается праздник Кущей. «На другой день собрались главы поколений от всего народа священники и левиты к Нижнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона». Вот здесь мы видим, что собираются главы поколений от всего народа священники и левиты к Нижнику Ездре. Эти священники и левиты читали закон Божий народу и истолковывали, но они сами должны заниматься образованием. И это не всегда должно быть самообразованием. Теперь они пришли, вот эти толкователи Писания, к Нижнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона, а они потом пойдут в народ и будут народу пересказывать эти знания. «И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце в праздник жили в кущах». В кущах, то есть в палатках. «И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Русалиме, говоря, «Пойдите на гору и несите ветви маслины садовой и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных дерев, чтобы сделать кущи по-написанному». Для чего делались эти кущи? В память о том, что когда евреи вышли из Египта, они долгое время жили в таких походных шалашах. И чтобы переживать это событие вновь и вновь, был установлен праздник кущи. И мы помним, что когда было преображение Господня, то апостол Петр сказал, «Давайте сделаем тут три кущи Иисусу, Моисею и Илье. Как хорошо нам здесь быть!» И мы читаем 16 стиха и ниже, «И пошел народ, и принесли, сделали себе кущи, каждый на своей кровле и на дворах своих». Иногда евреи в наше время даже на балконе могут сделать кущу и там находиться какое-то время. «И на дворах Дома Божия, и на площади у водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот все общество возвратившихся из плена сделало кущи и жило в кущах. От дней Иисуса сына Навина до этого дня не делали так сыны Израилевы». Вот это очень печально, когда верующие забывают о своих религиозных праздниках и обрядах, как отец Павел Флоренский говорил, что вся разруха в современной церковной жизни от невнимания к культу. Радость была весьма великая, читаем мы далее, и читали из книги Закона Божия каждый день от первого дня до последнего дня, и праздновали праздник семь дней, а восьмой день по празднству по уставу. По празднству по уставу. Итак, мы видим, что закон Божий, его чтение, это руководство Господнее к действию. Когда они в законе увидели правила о кущах, как раз было время кущей, они поспешили исполнить и эту заповедь. Как Христос говорит, ни одна черта, ни одна иота не придет из закона, пока не исполнится все. Спасибо вас, Христос! Берегите себя! Спасибо за субтитры Алексею!